Микс Ньюс Приближается уже учебный год и совсем скоро начнутся занятия. Мы сегодня как раз поговорим на эту тему, как будут работать учебные заведения и вообще вот как будет организован сам процесс, какие здесь есть, может быть, подводные камни. Вот с нами сегодня в студии глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Наверное, может быть, начнем мы с подготовки школ к новому учебному году, поскольку я понимаю, что это, наверное, больше всего волнует сейчас родителей. Будут ли занятия, опять-таки, дистанционно или физически? Насколько будет обеспечена безопасность учеников, если, ну, чтобы они меньше? Мы все прекрасно понимаем, что дети, их удержать на месте очень сложно. Они бегают, носятся по коридорам и контактируют очень активно друг с другом. И поэтому, ну вот, если взрослым, можно объяснить, сказать, что нужно соблюдать дистанцию, нужно быть осторожными. С детьми это довольно проблематично. Вот как будут решаться вот эти вопросы в школах? Да, по крайней мере, педагоги, руководители школ, да, директора делают всё, чтобы продумать, ну, как вот детям передвигаться, как идти обедать, да, как войти в школу, как выйти из школы. Ну, то, что, ну, вот на сегодняшний день можно сказать, что каждая школа вырабатывает план. Да, многие школы уже выработали, да, планы уже информировали родителей и учеников, как будет происходить учебный процесс, да. Но это не будет легко, как вы уже сказали, потому что дети – это дети, да, и ему объяснить, что вот нельзя там с другом встретиться, который учится в другом классе на перемене, да, это, ну, будет объяснительная работа со стороны педагогов и желательно и в семье это всё переговорить. Но тут хотелось бы сказать, что, да, как будет реализоваться или в школе, или частично, частично, отдалённо или отдалённо, это будет зависеть от показателей, ну, как COVID-19 распространяется, и тут всё это уже зависит от нас всех вместе, да, и на местах, на самоуправлениях. Но имея в виду то, что вчера была конференция, которую организовало министерство, и там сказали, что до 25 августа самоуправление должны подать информацию, какой план будет реализоваться или А, или Б, или С, да, ну, какой план будут школы реализовать, то тут уже я скажу, что, ну, этой информации мне лично очень не понравилось, и я, насколько поняла, и другим представителям, которые там участвовали, да, потому что это было как советующая информация, и всю ответственность ставили на уровне школы и самоуправления, а сейчас уже требуют, вот какой вы план будете реализовать. И тут бы я хотела сказать, милые директора и руководители самоуправлений, пожалуйста, читаем этот документ как рекомендующий, а не как закон, потому что везде ситуация очень индивидуальна. Где-то школа маленькая, где-то большая, где-то детей больше, где-то меньше, где-то дети, например, в больших самоуправлениях в общественном транспорте едут, это уже опять меняет ситуацию, и поэтому, пожалуйста, читаем этот документ как рекомендацию, а не как закон, а министерство это уже полагает как закон. И, ну, это может осложнить ситуацию и для детей, и для родителей, ну, а если родители работают, с этим тоже всё-таки надо считаться, и не переборщить, потому что потом дети встречаются и в кружках с разных школ, да, надо осторожно быть, себя беречь, но не перегибать палку. Да, да. А скажите, как действительно получается, ответственность перекладывается на директоров школ, вот на самоуправление, действительно действовать в этой ситуации, если, например, ну, вот класс занимается даже в одном помещении, но чтобы не было никаких, ну, не переходить из класса в класс, как иногда бывает, что на урок химии там идут дети в кабинет химии, на урок там физики в другой кабинет. Я так понимаю, что теперь будут заниматься именно в одном помещении, чтобы максимально ограничить передвижение детей по школе. Очень по-разному будет в школах, с этим нужно считаться, и в одном самоуправлении может быть разной ситуации, потому что это зависит от возможностей школы, от того, насколько хватает педагогов, да, как это всё, ну, и потому что есть учителя, которые работают не только в одной школе, да, и надо считаться, ну, вот как это всё реализовать, потому что может быть очень различные ситуации, даже, ну, в одном самоуправлении. Ну, по крайней мере, конечно, первые недели наверняка не будут те самые лёгкие, да, чтобы там всё разъяснить всем, но надо говорить, надо спрашивать учителю, классному, да, руководителю, да, и самое главное, ну, задавать эти все вопросы и обсуждать это всё, ну, чтобы, ну, меньше было таких, такое напряжение, после того, как дети были долго дома, да, и друг по другу соскучились, и учителя, и родители хотели, да, чтобы не только родители, и педагоги хотят работать в школе с детьми в классе, они отдалённо, и каждую такую ситуацию, главное, ну, разговаривать между собой, решать, а вот как логистика будет, это очень-очень зависит от возможностей школы, насколько она большая или маленькая, помещение, сколько детей, сколько педагогов, да, это всё зависит от таких всяких маленьких и больших факторов. Но получается, что на педагогов возрастает нагрузка и ответственность, потому что здесь речь идёт не только уже о том, чтобы обеспечить учебный процесс, донести материал для учеников, ну, понятно, там учитель отвечает за дисциплину в классе, но теперь нужно и на переменах, и между занятиями тоже контролировать учеников. Я понимаю, что, например, даже такой самый простой момент, ну, раньше простой момент, когда ученики шли обедать там в школьную столовую, сейчас тоже это возлагается на учителей, чтобы они организованно группой пришли, также организованно группой ушли, чтобы оградить контакты. То есть это, получается, всё-таки у педагогов возрастает какой-то такой вот нервный стресс, напряжение? Да, вот эти все, чтобы передвигаться или идти на спорт, или идти обедать, да, или после занятий идти на кружки, которые реализуются, да, в школе, ну, в других центрах, да. Эта ответственность, конечно, повысится для педагога, но тут опять-таки очень важно, чтобы этот микроклимат не ухудшился, и чтобы не было так, что дети себя чувствовали настолько некомфортно, да, что, скажите, лучше тогда из дома будут отдалённо учиться. Ну, вот об этой нагрузке, о которой, это COVID, да, нагрузку повышает, и новое содержание повышает тоже нагрузку, о том, чтобы сказать спасибо в материальном виде, да, за повышенную нагрузку, об этом как-то забывают. И даже вчера я тоже представителям министерства об этом, ну, задавала вопросы. Тут очередной раз дополнительные обязанности и через вот такую призму, чтобы обеспечить, ну, такие, ну, здравоохранительные, да, предприятия в школе или вот новое содержание, где всё-таки нужно больше времени для педагога. Тут, ну, ничего очень радикально не меняется со стороны министерства по отношению. Ну, для педагога, да, конечно, ну, есть инструкции, это тоже, ну, хорошо, которые выработали медики и такие советы со стороны министерства. Их надо, конечно, ну, прочитать и использовать, ну, смотря как это, что от этого можно реализовать, использовать в школе или нет. Ну, реально, ну, действительно, я бы хотела сказать, милые люди, ну, реально смотрим на ситуации учителя, руководитель школ. Вы лучше всего знаете ситуацию на месте, переговорите с родителями, что приемлемо, что неприемлемо. Быть эластичным надо, да, а не так, как вот там, как совет написан, и вот его как закон будем реализовать. И если это ухудшает, усложняет ситуацию. Ну, надо реально смотреть, как это все реализовать, не утрудняя чересчур работу учителя, директора и ученика, чтобы все были рады идти в школу. Они как в такой маленькой тюрьме, по строгим законам, как, что, где передвигаются. И понимая то, что когда все выйдут за дверьми школы, там уже другая жизнь, другие правила поведения и в транспорте, и за углом школы, и в семье. Ну, надо как-то это все складывать вместе, да. Ну, то есть, да, получается абсурдная ситуация, то есть внутри школы, скажем, ты не можешь общаться с другом из параллельного класса, а вы вышли за дверь школы, и тогда уже это как бы школа снимает ответственность, и вы можете общаться. То есть, получается, двойные стандарты. Ну, да, и детям особо маленьким это будет очень трудно понять, да, и поэтому я советую подойти к этим документам, которые выработаны. Это как совет, и понимаю, что за дверьми школы, да, учителя, педагоги отвечают за то, что происходит в школе, но все-таки не забыть, что за дверьми школы тоже есть жизнь, которую на следующий день утром они могут принести, да, в школу. Ну, это, можно сказать, общее задание и семей, и детей, и педагогов, чтобы, ну, об этом говорить, ну, это зависит, как все будет реализоваться от того, как мы все общество в Латвии будем себя вести, и насколько будем соблюдать, ну, какие-то опять советы. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага сегодня в нашей студии. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, телефоны прямого эфира. Вы можете задавать ваши вопросы, также присылая их в текстовом виде на WhatsApp по номеру 230-6191. Вот мы говорим о том, как будет происходить обучение в школах и какие могут быть здесь сложности, какие могут быть изменения. Я понимаю, что хорошо, вот можно какие-то занятия, например, учитель географии может принести там карты, повесить в кабинете, ну, вот принести в класс. Но если, например, это занятие по химии, получается, ну, обычно в кабинет химии оборудован для того, чтобы проводить какие-то опыты, вот будут ли учителя, например, химии переносить с собой эти реактивы по школе, чтобы что-то показать. Или там, например, для учителя физики может быть какой-то другой материал, который, ну, сложно, ну, трудно переносить просто. Действительно, это вот оборудовано специально для того, чтобы это использовалось именно в этом помещении. Я думаю, что такие средства, которые, ну, вот как Вы уже упомянули, да, но это, конечно, понятно, что тогда ученикам надо идти в то помещение, где это всё находится. Это, опять-таки, означает то, что в школе коллективу вся эта логистика очень должна быть продумана, когда, кто, какой класс использует, когда, вот, опять-таки, ну, это для особо, это будет довольно трудно для больших школ, да. Для маленьких ещё более-менее, но для больших школ это всё-таки такое довольно сложное домашнее задание продумать, что, когда и как. Но, не дай Бог, ну, опять идти на отдалённое обучение, потому что тут, я думаю, этого никто уже больше не хочет. И даже частично отдалённое, но предлагается и такой план, чтобы вот делить или по сменам, как раньше, или какую-то неделю. Одни более интенсивно идут в классах, да, учатся на другую неделю другие классы. Есть разные варианты, но надеемся, что до этого не дойдём и всё, что будем реализовать план А, что занятия в классах с какими-то, ну, такими, может быть, неудобствами, да. Но всё-таки лучше, наверное, в школе, чем отдалённой, когда родителям уже надо думать, как свою работу делать и как уже быть частично уже учителями, педагогами, да. Но вот я слышал, что были планы всё-таки у Министерства образования и разделить большие классы на две смены, что одна будет учиться в первой половине дня, другая во второй. Вот здесь это будет реализовано или… Это при плане А, когда всё в классах, такой опции не полагается, да. Но опять-таки тут очень зависит от того, хватает ли учителей хотя бы вот в такой ситуации, потому что есть учебные предметы, где учитель, ну, он работает, ну, имея в виду то, что их не хватает, да, вакансий очень много, что он работает в двух или в трёх школах. И тогда вот это всё как реализовать или, ну, учителю, у которого очень большая нагрузка, тогда как он с одними маленькими классами с утра до обеда, ну, до… Но это зависит и от ресурсов, которые доступны для школ, да, педагогов, ну, хватает или нет. Нет, простите, получается, ведь такая ситуация хорошо для педагогов, для учеников, это, ну, пришёл он утром или вечером, это, в принципе, ну, скажем так, не самое сложное. А вот для учителя получается, что это в два раза выросла нагрузка, то есть вместо одного урока, который он провёл, ну, в большом классе. Я думаю, что большинство бы учителей предпочло провести один урок в большом классе, чем дважды два урока. То есть, получается, что они работают, они будут, получается, как за две ставки или… Если будут делить, это тоже вопрос, мы тоже, если, например, большой класс его делят, да, тогда тут тоже министерство на такие вопросы всегда отвечает, что есть фонд директоров, И вот, а это у них, как можно сказать, спасательный круг для каждого вопроса, где мы говорим, что у учителя дополнительные обязанности или вот при такой ситуации, или при новом содержании, или когда специальное образование, да, надо с этого года, 1 сентября, более, больше интегрировать. Ну, на все эти вопросы всегда один ответ, у директора есть фонд, ну, и тогда я говорю, а он что, без… Граничный, да. Без границ, да. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что, ну, всё время можно сказать так, а если вот до этого дойдёт, мы тоже министерству говорим, что нужно всё-таки быть какими-то денежными средствами, чтобы вот при таких ситуациях можно было бы заплатить или, например, отдалённая работа, или частично отдалённая, что всё-таки, ну, должно быть какая-то, ну, какие-то деньги для вот таких растрат. Но решили, что будут фиксировать те растраты, которые повышаются, а потом уже дальше будут делать, думать, как это всё решать и как кому заплатить. И поэтому мы тоже говорим, хватит, надо прекратить то, что вот есть там расчёт, и что это всё время платит педагог насчёт своего времени, насчёт, ну, своего здоровья, насчёт того, что он украдывает время для себя и для своей семьи. И вот такие ситуации, которые, ну, вы упомянули, я вот уже упомянула, да, это уже для министерства как норма, но вот с этим мы боремся и не в ковид-периоде, только и в нормальной ситуации, да, до ковида, что нельзя, ну, это вот мы видим, вакансий много, новые не выбирают работать, престиж падает. Все такие маленькие нюансы влияют, да, для решения последствий ковида мы же получили около трёх миллиардов, 2,9 миллиарда, но эти же деньги можно вот для таких случаев придержать. И чтобы учитель знал, если будет, надо будет реализовать учебный процесс, делить класс, да, или частично отдалённо, или полностью отдалённо, тогда он знает, что ему не надо будет искать, покупать там ушки или микрофон, или новую программатуру, или компьютер, и что его растраты повысятся. Он, ну, должен знать, что он может смело работать, и это не повлияет негативно на его кошелёк. Я попрошу вас надеть наушники, у нас очень много звонков. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня такое предложение, может, максимально нужно задействовать все помещения в школе, типа актовый зал, ещё что-то, чтобы разделить детей как можно, ну, вот, больше по классам. И, может быть, сами классы как-то сделать, пригласить учителей, которые уволились, если не хватает, и, да, тоже сделать классы меньше. Но это зарплата, я понимаю. Да, да, да. Спасибо, да. Кстати, ну, вот, на самом деле, Министерство образования ещё предлагало школам заниматься в домах культуры или библиотеках местных самоуправлений, если не хватает помещений. Вот это надо тоже, ну, это дополнительный тоже как вопрос, возможно ли такое? Да, это, опять-таки, решение за самоуправлением. Если там, где много детей, там, я думаю, что они используют все, ну, помещения, которые можно, да, использовать. Опять-таки, нужно упомянуть, что есть нормативные акты, которые говорят, ну, обязательны, ну, соблюдать, чтобы там мог быть происходить. Реализовать учебный процесс. Ну, вот, всякие такие нюансы, где мы, ну, в таких ситуациях не очень эластичны и контролирующие институции тоже смотрят на это. Но есть школы, где, в самоуправлении школы, которые по этажам, да, или есть здания, где, ну, как по блокам, очень действительно думают о том, что как обеспечить, ну, эти мероприятия, да, для безопасности здоровья. Это все, ну, конечно, ну, не очень радует, но очень-очень действительно коллективы думают о тех, которые ушли уже в пенсию, да. Да, одна часть действительно уже профессионально выгорела до того, что ни при каких условиях, да, не хотят работать. А другие, вот как уже, ну, женщина, слушатель, который задавал, да, вопрос. То есть это, конечно, опять-таки касается дополнительных денег, чтобы выделить эти классы, чтобы был, может быть, ответственный учитель, и он как помощник, ну, ну, разные, да. Это требует дополнительные деньги, а для школ, для директоров в этом фонде их на такое не хватает. Еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста, сделайте тише приемник. Доброе утро. Тема действительно очень щепетильная, спасибо, что ее затронули. Я отец двоих детей, и я думаю, что очень многие радиослушатели меня поддержат в том, что когда было дистанционное обучение в прошлом учебном году, то я наблюдал такую картину. Моя супруга, приезжая с работы, она брала на себя ответственность и брала вторую работу учителя, который просто задавал какое-то задание, учебник такой-то, параграф такой-то, страница такая-то, простите, ответьте на вопросы и так далее. И моя жена, как человек ответственный, целый вечер приезжая с работы, потом сидела и очень долго продолжала работу учителя. В этой связи, конечно, мой вопрос будет весьма риторичным. Не рассматривалась ли возможность, допустим, вот таким родителям, ну, я уже не говорю платить часть зарплаты педагогам, потому что, скажем, работа педагогов заключалась, еще раз говорю, только задание такое-то, параграф такой-то, ответьте. То есть, по сути дела, работу учителя выполняла моя супруга. То есть, хотя бы начисляли бы тогда какой-то к пенсионному, фонду, я не знаю. И еще следующее. У меня родственники живут в Швеции, в Норчопинге. Они литовцы, уже давно живут, дети. Уже один ходит в университет, а вторая идет в восьмой класс, дочка. У них вчера начался учебный год. Прислали фотографии. Все вместе, огромные толпы народа, и вот они как-то с этим не очень заморачиваются. Это, конечно, не к Латвии, да, потому что мы всего боимся. Но так для информации в Швеции все происходит, и никто не болеет, и не боятся они этого вируса. Спасибо. Спасибо. Ну, да, вот тут тоже, как уже сказал мужчина, да, что в Швеции, ну, показатели, ну, да, и отношения стран отличаются, да, и тут тоже довольно большая роль экспертам, которые работают в системе здравоохранения. Ну, поэтому, может быть, у нас и показатели, да, довольно низкие, что мы как… Очень осторожные. Да. Поэтому я и говорила, что не надо переборщить с этими всеми мероприятиями в школах и за дверьми школы, чтобы дети не чувствовали себя так, что он уже не хочет идти в школу, что там все настолько строго, да, что, ну, нету этой радости идти в школу, да, и для педагогов тоже все время и там говорить, не иди к этому, ну, как сказать, все время, ну, их держать в таком напряжении. А что касается насчет, ну, того мнения, что вот, ну, что вот родители очень много… Были вынуждены принимать участие. Были вынуждены, да, помогать своим детям, которые учатся. Ситуации были очень-очень разные, и это я не могу отрицать. Это очень зависит от педагога индивидуально. Разные случаи, но в большинстве это действительно радует, что позитивные, да, отзывы от того, как реализовалось, но потому что надо понять этого педагога, чтобы было очень-очень краткое время, чтобы перейти на… Ну, на дистанционное, да. И помощь со стороны, да, директор, насколько мог, и самоправление, а с национального уровня, я извиняюсь, они бежали за поездом практически все время со своими советами, со своими какими-то материалами. И у педагога, как я сказала, очень разные ситуации. И в семье тоже, у него дети тоже учились, и, может быть, недоступны технологии настолько, сколько нужны были в то время. Я хотел как раз, да. Да, очень разные ситуации и у педагогов. Но я понимаю то, что действительно были вот и такие ситуации, что вот задал, и там никаких таких объяснений и коммуникаций утверждено. Я не знаю, тут повод, а может быть, этот учитель работает в трех школах, и у него, у самого ребенка, и вот нету этих всех необходимых технологий, да, и программатур. Я не знаю, но не хотелось бы тоже, как сказать, что ни на сколько, ну, верно, вот, наверное, не будет самое критное слово. Но надо эти ситуации переговорить. Например, у меня тоже три ребенка, и первые недели были очень-очень сложные, я думаю, для всех. Но то, что было очень важно, что учитель спрашивал и вслушался, и реализовал те советы, которые давали родители, вот это зависит очень много, насколько мы друг друга услышали, и какие возможности, ну, по крайней мере, улучшения были. Но первые недели, я думаю, для всех были очень-очень сложные. Поэтому, ну, не дай Бог, если опять дистанционно, тогда, ну, говорите или с учителем, если он не слышит, есть руководство, да. Но самое главное, говорите, не держать, ну, в себе вот такие, чтобы, ну, чтобы опять не дойти до ситуации, когда родители, ну, исполняют функции педагога. Но и надо запомнить, что когда педагог работал с дому, тогда и он был родитель, да. Это по моментам, но всем забывалось, что и учителя некоторые забывали, что родитель дома, и он там работает, и он частично педагог, да. И опять-таки наоборот, это надо запомнить, и друг другу, ну, такой, как толерантность. Более толерантными быть. Да, быть при таких случаях. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага сегодня в нашей студии. Вот вы сказали, что у вас, например, вот три ребенка. А как решался вопрос, вот мне все время, у меня просто уже ребенок вырос, и поэтому я вот не столкнулся с этой ситуацией. Насколько вот эта необходимость, получается, нужно было три компьютера для того, чтобы ведь дети, ну, как они с утра, у них начинаются эти занятия. И начинались ли они сразу у троих детей одновременно, и не получалось ли так, что нужно три компьютера для того, чтобы каждый ребенок мог общаться со своим учителем и быть в классе? В нашей семье не было такой ситуации, но были семьи, где они были, им надо было покупать дополнительные, да, какие-то технологии, но то, что тоже улучшилось ситуацию, что был совет со стороны министерства, что школа не больше, чем два учителя реализуют, ну, например, или там в Зуме, да, что, да, вот эти такие, чтобы не было этого напряжения, чтобы не были проблемы с интернетом, да, и все эти, все такие технологические проблемы, потому что уже Эстония прошла этот опыт, и мы тоже поняли, ну, не только, ну, все и самоуправления, и школы поняли, что качество интернета, да, скорость интернета, да, что это утрудняет, и особо, когда, если многие из школы, ну, используют эти дигитальные платформы, платформы для учебного процесса, и поэтому при этом в Совете придержались довольно многие школы, и, ну, я могу сказать, что, ну, старались, опять-таки, в школах продумать, но не исключаю, что были школы и семьи, где была проблема, что одновременно надо было и для всех детей обеспечить онлайн, да, этот учебный процесс, но, как я уже, если будет частично отдаленно или отдаленно, тогда об этом, это надо обсудить с учителями, но то, что еще важно, что, вот, ну, может быть, две недели, да, того назад приняли решение, около 4 миллионов, да, будут евро для технологий, чтобы обеспечить детям, ну, технологии и для учителей тоже, и эти решения будут принимать самоуправление, потому что, ну, им дадут технологии, да, но они будут принимать решения и на местах, кому их будут, ну, давать, потому что они на местах лучше всего знают ситуацию семей, детей, где многодетные семьи, где не настолько обеспечены, и это, ну, как, ну, это может улучшить ситуацию и будут тоже решать проблему качестве и скорости интернета, чтобы, а мало ли, чтобы улучшили, ну, ситуацию. Но мы говорим вот сейчас про, например, семьи и про детей, учеников, а что было вот с учителями? Насколько ведь я понимаю для пожилых учителей, которые, ну, всю жизнь они преподавали глаза в глаза, писали на доске, и вдруг им нужно проводить вот эти удаленные занятия, вот насколько здесь справились учители, насколько сейчас готовы, вот, например, ну, потому что мы понимаем, что у нас все-таки большинство учителей в, ну, достаточно, ну, в пожилом уже возрасте, предпенсионном возрасте, и для них вот эти новые технологии, ну, знаете, пожилые люди иногда были проблемы СМС отправить, вот, когда появились телефоны, они не понимали, как это делать. Знаете, вот тут в связи с ковидом может быть такой позитивный момент, что заставили многих педагогов, и не только которые старше возраста, но и других, все-таки больше использовать и научиться что-то, да, ну, такие, ну, дигитальные способности или как, да, ну, использовать технологии. И, да, и был опрос со стороны министерства, и мы, как профсоюз, тоже у нас был опрос, и там показали, ну, надо было оценить свои, ну, знания, да, насчет технологий, и, конечно, там около 30% было, которые сказали, что не очень хорошие, около 30%, что средние, да, и чуть-чуть выше 30%, что, ну, они считают, что хорошие у них навыки, да, Прасмос, насчет использования технологий. И то, что тоже, тут, ну, это тоже уже имели в виду, что и полагается полмиллиона евро для курсов, они уже будут, ну, обеспечены для педагогов, чтобы улучшить эти навыки, Прасмос, да? Ну, да, навыки, да, курсы будут, и самое главное, что, ну, мы каждый разный, кому-то надо было больше использовать до сих пор эти технологии, у кого-то меньше, но не стесняться, да, это, ну, нормально, но я и предлагаю быть смелым, идти и учиться, потому что без этого мы не обойдемся. Дети на сегодняшний день, они без технологий, как без рук, да, это для них норма, и поэтому, но мы не можем забыть классические все эти методы разные, надо использовать не только все эти дигитальные, но и заменить работу в классе, когда друг друга видим, это невозможно заменить, и это не надо ни в каком случае, насколько повысить использование всех этих технологий после ковида, когда увидели эти возможности. Надо оценить реально, да, и чтобы, опять-таки, не было, ну, с одного пути, ну, как сказать, что, ну, опять-таки, не было слишком много всего этого дигитального, и использовать, чтобы дети между собой работали и в группах, да, и, ну, по крайней мере, и радовало то, что педагоги друг другу очень помогали с материалами, и, ну, как сказать, что не было так, ну, что вот осталось, но не исключаю, что есть и часть педагогов, но это в меньшинстве, которые, может быть, вот так и было, что вот он задал там смс-ку или в классе, прислал домашнюю работу, и что, ну, как, лишь бы не технологии, да, такие тоже есть, но это не большинство, но я их предлагаю действительно использовать эту возможность и усовершенствовать свои знания и навыки насчет дигитальных этих всех инструментов. Мы с вами все время говорим не про школы, но вот есть эти вузы, высшие учебные заведения, я знаю, что ваш профсоюз собирался проводить позавчера, 18 августа, пикет, но отменил его, поскольку все-таки зарплаты преподавателям вузов решили повысить, и вот как раз таких повышают. Вот удовлетворяет ли вас это, выполнены ли все требования, насколько ситуация? По крайней мере, то, что радует, это мы достигли свою цель. Каким путем? Не самым лучшим, наверное, потому что, опять-таки, это влияет на престиж профессии, да, это надо использовать уже, опять-таки, крайние методы, и жалко, что это уже в течение сколько лет мы должны использовать крайние методы, чтобы заставить политиков, исполнять в силе действующие законы в Латвии, да. То, что, ну да, мы достигли того, что будет повышение зарплат в этом году для всех педагогов, начиная с дошкольного обучения, до высшего образования. Большая часть педагогов получила позитивную информацию уже посередине июня, когда приняли, да, изменение о том, что будут эти деньги для педагогов вузов. Ну, тут мы поборолись чуть-чуть, но для них должно было быть уже повышение зарплат согласно с четырьмя нормативными актами с этого года, 1 января. И это уже как компромиссное решение. Да, политики опять-таки увидели, что мы будем бороться до конца. И спасибо всем тем организациям, которые присоединились к нам, тем, которые, ну, из сектора образования и медики к нам присоединились. И, по крайней мере, да, это решение на 4 месяца, но сейчас уже работают, ну, над бюджетом следующего года, да, и среднего периода, и мы будем активно следовать. И, по крайней мере, ну, не допустим, чтобы в бюджете следующего года не были деньги для графика, ну, в следующем периоде, как гласит опять-таки закон и в правительстве принятые решения. Ну, если не услышат мирным путем, как всегда, есть методы, которые можно использовать и помочь прочитать до конца строчки в законе. Это не радует, это действительно не радует, это отношение. И потом мы удивляемся, что не хватает педагогов и в вузах, да, и там тоже состаривается, да, педагоги. И за зарплату ассистента, чтобы начать работать, ну, вот с повышением с 1 сентября, это нижняя плата, можно платить и больше, если есть деньги у университета, ну, у вуза. 641 евро для того, который начинает первая ступень, и в том числе налоги. Ну, да. Ну, да, для лектора 805 евро, да, это нижняя, конечно, но о чем мы говорим? Это график, да, это символический, но из-за этого надо было и за такие деньги бороться, потому что средние, это 26 евро, в том числе налоги, отличается у ассистента, меньше добавляется, для профессора чуть-чуть больше, да, но среднее это 26 евро. За лекцию. За зарплату, нет, нет, не за лекцию, а за, это нижняя плата за полную ставку, а если у него 0,5, тогда вот у него, если ассистенту на 16 евро повышается зарплата в месяц, тогда если он на полставку, это 8 евро. Конечно, можно, кто-то будет смеяться сейчас, слушатель, но это, в общем, нужны были, ну, это миллионы, вместе для всех педагогов, это уже миллионы, да, и для, чтобы повысить зарплату для всех педагогов с этого года, 1 сентября, это нужно было, ну, около 9 миллионов. Это вместе не маленькие деньги, но все-таки график принят, это полагается законом, а законы надо выполнять. У нас осталось буквально вот две минутки, и хотелось просто, может быть, чтобы вы прокомментировали данные вот по поводу ежегодного рейтинга латвийских школ, там появились и несколько новичков, новых школ, вот насколько этот рейтинг действительно отражает качество образования, и вот как вы отметите, что там происходят изменения? Рейтинги разные, да, и там надо всегда посмотреть, какие критерии имеют в виду, чтобы этот рейтинг образовался, да. Да, это, ну, с одной стороны, это для школ как такое соревнование, да, и потом родители смотрят, и все стараются, ну, чтобы ребенок попал в ту школу, которая по рейтингу повыше, но с одной стороны, эти рейтинги нужны, но с другой стороны, есть и такие показатели, которые там не отражаются, да, и особо это касается работы с детьми с особыми нуждами, где, может быть, проблемы с учебой, да, и с поведением, но все это, работа там не отражается, да, и, ну, по крайней мере, радует, что такая, как в спорте, да, такое соревнование происходит, и кто-то там уже в течение многих лет не меняет свои позиции, но есть вот изменения какие-то, но это зависит от всего коллектива, и, конечно, и от сотрудничества с родителями, да, это очень-очень много зависит, как коллектив вместе работает, и как сотрудничество с семьями, с детьми происходит. Но родителям стоит обращать внимание на эти рейтинги, или, как Вы говорите, что, может быть, еще посмотреть на какие-то другие критерии, которые могли бы, ну, вот, относиться к их ребенку? Рейтинг, это, конечно, для каких-то семей это очень-очень важно, да, потому что мы разные, а для кого-то это ничего не значит, ему самое главное, чтобы ребенок чувствовал себя в школе хорошо и с радостью туда шел, ему не важно, что эта школа не находится в этом рейтинге, и мы разные, и поэтому пусть они будут, но самое главное родителям найти контакт с учителем, и если это сотрудничество радует, и ребенок там хорошо себя чувствует, и реализует, и вырастает, да, по разным аспектам, я думаю, что это… Это будет хорошо. Да. Спасибо большое. Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага сегодня была в нашей студии. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.